Смотрите, мы уже почти приехали в Майчо, нам здесь высадили, чтобы мы сделали фотки. Это долина Малчо. Поедем скоро дальше. Уже невозможно, после четырех часов дороги все тело каменное просто. Пуссин. Пуссин, он его делает? Пуссин. 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 Смотрите, мы ехали, нас водитель выстрелил, чтобы мы сфоткали, какой здесь красивый водопад. Ребята, всем привет, всем добрый вечер, добрый день, доброе утро. У кого что на часах, в общем, мы уже приехали в Майчо, здесь мы останемся на три ночи. И мы сняли себе здесь бунгало небольшое, я уже сняла ром-тур, обязательно вам покажу, сейчас мы идем на завтрак, точнее на ланч уже. Здесь очень-очень красиво, я потом еще покажу территорию. Смотрите, вот такие вот домики, в которых люди живут там наверху, на втором этаже ресторан. Здесь такая вся территория зеленая, рядом с нашим номером отель, бассейн. В общем, из окна классный вид открывается. Расскажу немножко про путешествие сейчас, как оно у нас прошло, дорога сюда. Все, ребят, мы заселились в отель. В общем, здесь у нас душ и всякие принадлежности для того, чтобы привести себя в порядок. Дальше у нас здесь шкаф есть в комнате. Здесь у нас столик со всеми бесплатными штуками. Кровать. Таисия будет спать с нами, я так понимаю. Здесь у нас есть стол. Кондиционер. Смотрите, у нас есть своя собственная терраса. Смотрите, какой вид красивый. Очень классно. Тишина, тканька в углу. Вот так вот. Так что, это наш номер на следующие три ночи. В общем, мы уже покушали. Я взяла какие-то купоны. Расскажу сначала о том, как мы сюда доехали. И первое впечатление вообще. В общем, расскажу, как мы доехали сюда. Получилось так, что нам сказали, что за нами заедет автобус в 7.7.30. Он заехал где-то в 7.40. Мы выехали, пока забрали всех людей, которые должны были ехать с нами в автобусе по городу. Получилось, что выехали мы практически в 9 часов. Сюда мы приехали где-то в 12, потому что делали остановку. И потом еще нас на такси везли тоже около 40 минут. Потому что место, где находится наш отель, оно вне города. Оно находится в маленькой бухте, в заливе. Так что нас сюда привез таксист. Мы уже вышли немножко позагорать, потому что больше здесь делать нечего. В общем, оказалось, что этот отель, он типа как дружба с природой и всякое такое. Здесь нет ни телевизоров, ни каких-то там развлечений особых. Здесь вот единение с природой. Самая главная мысль. Все из натуральных сделано. Материалов это камень и дерево. И, в принципе, территория красивая, большая. Ничего не могу сказать против этого. Можете сами видеть. В общем, здесь и горы, и река, и озеро. Очень красиво. И здесь и лодочки плавают. Можно на великах пойти покататься. Ком-то я с папой уже в бассейне плюхается. Минусы определенные здесь есть. А минусы это то, что, например, поесть здесь абсолютно нечего. То есть из позиции меню всего есть 7 штук. Ну, то есть 7 позиций меню есть. И стоят они, чтобы вы понимали, на человека где-то 20 франков. То есть в Швейцарии такие цены. Здесь я не понимаю просто откуда. И мало того, что и выбора нету, и цены такие. Плюс еще налог берется дополнительно. Сюда добраться тоже стоит очень дорого. То есть автобус доходит до города, и потом от города нужно обязательно брать такси. Нам, чтобы обратно поехать в Ханой, тоже нужно взять такси, добраться до города, и потом уже на автобусе ехать в город. В общем, пока вид этого всего не перекрывает. И цены очень высокие на прогулки всякие, на катере, на велосипеде, прогулки с гидом просто на водопад. Тоже все это дорого стоит. Еще, кстати, я заметила, что персонал практически не говорит на английском языке. Если на ресепшне еще люди, они хоть как-то там более-менее могут вам объяснить, какой у вас номер комнаты, взять документы необходимые, то в кафе просто вот тыкаешь пальцем в небо. Так что посмотрим. Будем отдыхать, посмотрим. Людей вообще практически нет. Всего несколько семей, извиняюсь. Ну, пусть ребенок радуется. Будет у нас такой детокс от городской жизни. Смотрите, в общем, там у нас главный корпус. На первом этаже находится ресепшн, на втором этаже находится ресторан и кафе, в котором мы ужинаем. Здесь такая дорожка красивая, которая ведет сюда вниз к домикам. В общем, здесь справа внизу домики, здесь посередине домики, здесь и первый, и второй этажи. И наш, вот здесь находится домик, это мои цели, не бойтесь. Я сейчас пойду к бассейну и заодно расскажу вам, какие у нас новости. Вот здесь вот находится наш номер, под номером 104. В общем, мы с мужем долго думали, переварили эту всю информацию, которая на нас вдруг свалилась, потому что здесь оказалось невыносимо просто дорого. Даже по швейцарским меркам я вот так сравниваю и понимаю, что на самом деле не только там в Швейцарии цены очень высокие. В общем, оказалось, что очень дорого. Не только поесть, но и всякие развлечения за все отдельно нужно платить. Единственное, что здесь бесплатно по сути развлечения, нету вот ходить по территории отеля. Вот этот прекрасный бассейн, который светится зеленым цветом и подсвечивается еще изнутри. И все, и больше здесь делать нечего. И мы с мужем долго думали, потому что оставаться здесь на три дня и тратить какое-то безумное количество денег, то оно нам не надо. Ну и в общем, мы с ним переговорили и решили, что сначала хотели отказаться от одной-двух ночей здесь и остаться всего лишь на эту ночь и завтра обратно вернуться в Ханой. Потому что, ну просто здесь нечего делать. Особенно с ребенком, учитывая то, какая она у нас активная, то сидеть в номере целый день или сидеть в бассейне целый день, это тоже не вариант. Мы хотели поехать обратно в Ханой, но тогда бы нам пришлось платить неустойку за две ночи, потому что бесплатная отмена бронирования только за трое суток. И нам предложили такой вариант остаться на две ночи и третью ночь у нас убирают. Мы, в принципе, согласились, потому что таким образом мы сэкономим около 150, наверное, франков. И для нас это тоже деньги, потому что нам еще предстоит дальше поездка. Вот, так что мы остаемся здесь на две ночи. Сегодня мы здесь, завтра днем, наверное, будем здесь просто загорать, отдыхать, никуда не выезжать, потому что ехать куда-то там в деревню за 25 франков и там где-то кушать, потом возвращаться обратно, то я в этом смысла просто не вижу. Тем более, что в деревне здесь тоже особо делать нечего. Люди, которые ехали с нами в автобусе, для них развлечение – это два часа катания на велосипедах по пейзажу и все. Поэтому вот такие вот дела. Мы остаемся здесь еще на один день полностью и потом поедем мы домой. Я надеюсь, что будут места в автобусах и мы найдем машину, чтобы уехать отсюда, потому что пока мы не дозвонили своему гиду, с которым мы сюда приехали, потому что через нее мы бронировали обратные билеты. Вот, но если что, нам на ресепшене помогут. Разговаривала я, кстати, сначала с девушкой на ресепшене, а потом я разговаривала уже с хозяйкой отеля. Вот, так что вот такие вот дела. Не все то красиво, а не все так классно, как оно есть на картинке, потому что на картинке, естественно, здесь очень здорово. Нет, на самом деле здесь очень здорово, здесь красивый пейзаж, но в остальном одни минусы. Поэтому, может, это мое такое мнение, может, мы многого хотим просто. Но на данный момент наше решение таково. В общем, спасибо всем большое за просмотр. Будем собирать вещи, перебирать, отдыхать. И до завтра. Возможно, завтра тоже что-то будет интересное. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok